49 минут глава региона отчитывался о деятельности своей и администрации Приморья в целом, перед депутатами законодательного собрания. Краевые законотворцы внимательно выслушали и сделали вывод. Судя по докладу, 2015 год для нас был сложным, кризисным, но прошел легче, чем в среднем по России. Как минимум, благодаря инвестициям, их прирост составил 15,5%. Да, ситуация международная и вообще в стране достаточно тяжелая. Но, тем не менее, у нас есть четкие понимания, как мы будем жить через три года, как мы будем жить через пять и через десять лет, если мы будем действовать четко и понятно по намеченному плану. В 2015-м заработал закон о свободном порте и территории опережающего развития. Все это, по словам губернатора, положительно отразилось и на развитии социальной инфраструктуры. Например, это коснулось здравоохранения. Почти 30 миллиардов бюджетных рублей ушли на развитие этой отрасли. Открытие новых ФАПов, запуск автопоезда «Забота» и начало работы санитарных вертолетов. Среди приоритетных направлений будущего – борьба с онкологическими заболеваниями. Онкологический центр новый должен быть достроен в этом году, и губернатор об этом заявил с трибуны, и это очень важно, я считаю. Мы говорили о том, что очень актуальна сегодня тема лекарств, стоимости лекарств, и губернатор тоже говорит, что это он держит на контроле, даже лично посещает аптеки. Но развивать нужно и самую больную отрасль, отметил губернатор. Это ЖКХ. Например, переходить на твердое топливо вместо мазута. Таким образом снизятся цены на тепло. Кроме того, в 2015-м в полную силу началась реализация программы по капитальному ремонту. Однако некоторые из депутатов считают, что этот закон еще требует доработок. От меня поступило предложение о том, что есть смысл ввести второго оператора на территории Приморского края, который бы как раз вел обслуживание домов. И на мой взгляд, это сразу бы решило, сразу очень много вопросов, то есть между ними была бы создана естественная конкуренция. Еще один больной для нашего региона вопрос – дороги и мосты. Большинство переходов не ремонтировались по 30 лет. Бороться с этим будут вплоть до 2020 года. И потратить планируют 4 миллиарда рублей. Татьяна Гнездилова, Татьяна Менщикова, Михаил Павлов. Панорама.